Девушки отдыхают Запасы нефти уже начинают иссякать Нефть и уголь являются угрозой для окружающей среды и климата Но найти другой вид топлива не так-то просто Мы ищем нефть здесь, мы ищем нефть там, мы ищем ее повсюду Как нам восстановить баланс энергии, имеющейся на планете, энергии, необходимой нам? На мой взгляд, мы делаем только первые шаги в этой бесконечной игре Я Эм Санжан, и наши поиски энергии будущего начинаются прямо сейчас Энергия будущего Найти баланс Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как Земля выглядит для кого-то с другой планеты? Поначалу она может показаться спокойной Но если смотреть немного дольше, они увидят совсем другое место Мир, населенный миллиардами людей И миллионами машин, бороздящих ее Так Земля выглядит на самом деле И для поддержания жизни на день Видимо, нам необходим неиссякаемый источник энергии В любой день на Земле самолеты пролетают более 65 миллионов километров Сжигая 290 миллионов литров реактивного топлива Грузовые корабли проходят 50 миллионов километров Сжигая миллиард 135 литров нефти Для освещения городов и удовлетворения наших потребностей в электричестве Сжигается 16 миллионов тонн каменного угля Звонят 4 миллиарда мобильных телефонов Едут примерно 700 миллионов машин И даже в Нью-Йорке Где большинство людей никогда не водят машину Есть 50 тысяч такси и лимузинов Наша планета пульсирует Здесь царят порядок и хаос И все это было бы невозможно без энергии Наши дома, деревни, города и мегаполисы находятся в непрерывной активности Для которой мы потребляем энергии Если мы остановимся на мгновение, то увидим, что мы, люди, используем огромное количество энергии По крайней мере, 15 тераватт энергии в каждое мгновение нашей жизни Это 15 триллионов ватт энергии, сжигаемой все время Каждый день Мы все знаем, что ватт это единица энергии Стандартной лампе накаливания требуется 100 ватт энергии В то время как для того, чтобы удовлетворить все наши потребности повсюду на нашей планете Нам требуется примерно 15 триллионов ватт Каждый божий день Ключ к поддержанию деятельности цивилизации в поисках источника энергии И чтобы сделать это, мы должны решить невероятную математическую проблему Мы постоянно поддерживаем баланс снабжения энергии и потребления энергии Со стороны потребителей у нас есть люди Различные приборы, дома, машины, самолеты и города Все это равняется 15 триллионам ватт И все наши источники энергии постоянно должны удовлетворять наши потребности в ней В наши дни более 80% источников энергии приходится на то, что мы называем ископаемым топливом На нефть – треть На уголь – четверть Природный газ – одна пятая Остальное покрывают все другие источники энергии Атомная энергия Гидроэлектростанции И крошечную часть приходится на ветер В солнечную и геотермальную энергии Это всегда будет нашей задачей с энергией Удовлетворить наши потребности с помощью доступных источников энергии И сделать это становится все труднее Наши потребности растут по мере того, как растет население нашей планеты Чем нас больше, тем больше энергии мы используем Снабжение становится проблематичным Нефть становится все сложнее найти И приходит она в основном из других стран Нельзя не упомянуть ее потенциальную угрозу для окружающей среды Уголь дешев И его запасы все еще относительно велики Но, как и все ископаемое топливо Его сжигание приводит к изменению климата Чтобы решить нашу растущую энергетическую проблему Мы должны понять, сколько энергии у нас есть И сколько энергии нам понадобится Все, что мы делаем, как индивидуально, так и как целый вид Очень сильно влияет на этот баланс Имея миллиарды человек и триллионы ватт энергии Сложно понять, с чего начать Так что давайте начнем сначала Каждые полсекунды на планете рождается один ребенок Щелкните пальцами Вот еще один И еще Один лучше другого Но с каждым новым человеком появляется все больше потребностей Сол Гриффин знает это лучше других Физика и новоявленный отец, живущий в Сан-Франциско Он потратил последний год, вычисляя свое личное потребление энергии Все вплоть до последнего ватта Конечно, когда у меня появился первый ребенок Я почувствовал крайнюю необходимость в этом Энергетический вопрос станет перед ним в следующем столетии Эта проблема не так уж далека От нее будет зависеть вся его жизнь Узнав, сколько энергии тратит каждый из нас Сол полагает, что мы начнем справляться С растущими потребностями энергии всех людей Сегодня о темпе роста популяции человечества Почти невозможно себе представить Подумайте о самом многолюдном месте В котором вам приходилось бывать Это может быть рок-концерт или футбольная игра Представьте себе 65 тысяч человек Именно настолько увеличивается население нашей планеты Каждые 8 часов Это примерно 200 тысяч новых человек Появляющихся на планете каждый день При таких темпах К 2015 году население Земли достигнет 9 миллиардов человек Это действительно сложно понять, пока вы не почувствуете это Не увидите это Не услышите это Каждый человек, появляющийся на планете Не просто увеличивает нашу численность Он также увеличивает энергетические потребности планеты Как вы можете видеть, очень скоро численность людей на планете станет очень большой К 2015 году нам может понадобиться на 50% больше энергии, чем мы используем сегодня И прямо сейчас не очень понятно, где мы будем брать ее Почти невозможно осознать такое количество энергии Так что вместо того, чтобы смотреть на общую потребность всех людей на планете Гриффин перенес эту цифру на персональный уровень Начав с себя Итак, я пытаюсь выяснить мой собственный уровень потребления энергии Чтобы дать более личный взгляд на эту гораздо, гораздо большую цифру Это привело меня к тому, что я начал измерять количество энергии Которую я трачу в каждый момент своей жизни Транспорт Работа по дому Энергия, заключенная в пище, которую я ем И приготовление этой пищи Нагревание, приготовление пищи Потолочный фен 50 ватт, ноутбук 45 ватт Освещение оказалось, что лично я использую 18 тысяч ватт энергии 18 тысяч ватт Если мы снова вернемся к нашей лампочке Обычная лампочка рассчитана на 100 ватт То есть для того, чтобы работать, ей необходимо 100 ватт электроэнергии Если бы вокруг меня было 180 лампочек, вы бы увидели, сколько энергии я потребляю при своем образе жизни Каждый раз я сжигаю 100-180 ламп накаливания Оказалось, что наше потребление энергии очень зависит от культуры Примерное количество энергии, потребляемой американцами на освещение, машины, даже на выращивании еды и самолеты Эквивалентно 110 лампочкам, горящим в каждый момент Направленных на поддержание нашего образа жизни Для среднестатистического европейца эта цифра меньше в половину, то есть 55 лампочек Гораздо меньше Для азиата 16 Африканца 8 Все вместе мы, люди, используем энергию, эквивалентную 150 миллиардам ламп накаливания, включенных постоянно И мы знаем, что число это растет Чтобы заставить наше уравнение работать, у нас есть два варианта Мы можем увеличить количество энергии или уменьшить наши потребности в ней Со стороны источников энергии у нас есть ископаемое топливо с возобновляемыми источниками энергии и атомной энергии Со стороны потребления мы можем сократить количество потребляемой энергии, используемой нами в первую очередь И для начала нет лучшего места, чем дом Энергия будущего Найти баланс И если мы хотим увеличить количество доступной для потребления энергии Почему бы не начать сокращение нашего потребления энергии? И в этой стране это проще сказать, чем сделать Территорию Соединенных Штатов занимают большие открытые пространства Наша жизнь приобретает огромные размеры Большие дома, большие машины, гигантские магазины Это действительно очень по-американски Но по мере того, как наша жизнь становится больше Растут и наши аппетиты, как и наши энергетические потребности Прежде чем мы сможем уменьшить свои потребности, мы должны понять На что прежде всего мы тратим эту энергию Хочешь сиропа? Том или сонная типичная американская семья Сок? Давай Должна бы тебя мучить жажда, нет? Как и большинство из нас, они используют энергию, даже не задумываясь об этом С самого начала их жизни Приготовление пищи Глажка белья Душ На протяжении дня мы все время тратим энергию В наших домах и на рабочих местах мы тратим примерно 40% от всей потребляемой энергии И большую часть в виде электричества Количество энергии, используемой нами дом, утроилось с 50-х годов 20-го века Из-за нашего меняющегося образа жизни Наши дома выросли в размерах почти на 150% А большому дому нужно больше обогревателей, больше кондиционеров, больше электричества и больше бытовой техники Сегодня в среднестатистическом американском доме постоянно воткнуто в розетку 25 устройств В сравнении с двумя устройствами 60 лет назад Все от электроники до бытовой техники, от которых теперь зависит образ жизни американцев На каждую семью Томли сынов Есть множество других семей, по всему миру стремящихся походить на них Это быстро растущее число новых потребителей энергии Для семьи Жанг из Китая американское желание окружить себя удобствами становится необходимостью У нас здесь много бытовой техники, необходимые вещи, включая 6 кондиционеров Холодильник, стиральную машину, 2 телевизора, 3 ноутбука Думаю, этого достаточно для обычной жизни Проблема в том, что определения обычной жизни постоянно меняются Если все будут жить по американским стандартам, потребляя столько же энергии, сколько мы Человечеству потребуется 5,4 планет, чтобы обеспечивать себя Наша цель – найти способ, при котором каждый сможет воплотить в жизнь американскую мечту Потребляя меньше энергии Сол Гриффин США занимается именно этим Контролируя температуру себя в доме, используя эффективное освещение Больше гуляя, меньше покупая Он обнаружил, что может изменить свое потребление энергии В 2007 году я потреблял 18 тысяч ватт В этом году, в 2009, возможно, мне удастся снизить его до 9-10 тысяч ватт Ради моего сына, моего маленького сына, я бьюсь над решением, которое бы помогло ему иметь высокий уровень жизни Имея достаточное количество энергии Думаю, я должен использовать творческий подход Итак, давайте посмотрим на то, о чем говорят нам цифры Мы слышали о замене ламп накаливания, но какой эффект это действительно может иметь? Если каждая американская семья заменит все свои лампы накаливания на энергосберегающие Это уменьшит потребности населения нашей планеты всего на 1% Может показаться, что это немного Но это эквивалентно выбросу 23 угольных станций Если никто в мире не будет использовать электрические сушилки Вместо них мы будем развешивать свое белье Мы сможем сэкономить энергию, эквивалентную 20 угольным станциям Более качественная изоляция, более эффективные окна, бытовая техника с низким расходом энергии Может быть, эти перемены не огромные Но взятые вместе, они могут сильно изменить мир Некоторые люди утверждают, что только эффективное использование окружающей среды Может помочь снизить наши энергетические потребности на 20% в ближайшее десятилетие Но в глаза нам бросается еще больше нашего энергопотребления На всем, что мы едим или покупаем, висит этикетка с его скрытой энергетической стоимостью Если у вас есть какие-то сомнения на этот счет Просто поужинайте с Эвером Бенго Профессиональным аналитиком жизненного цикла Он подсчитывает энергетическую стоимость всего, что мы потребляем Да, простого бокала вина Для того, чтобы ваш бокал вина стоял здесь, в той или иной степени Было задействовано примерно 2500 промышленных процессов Пестициды, удобрения, используемые при выращивании винограда Стекло, которое было произведено для изготовления бутылки Доставка На все это требуется энергия, которая заключена в каждом глотке Давайте не будем останавливаться на вине Шариковая ручка Пластик, чернила Вольфрамовый шарик в наконечнике Для того, чтобы изготовить это, нужна энергия Литиевые аккумуляторы в вашем телефоне Кожа на ваших ботинках Все требует затрат энергии За всем, что мы покупаем, стоит энергия, затраченная на это Даже прежде, чем это попало к нам в руки Итак, если бы была одна вещь, которую вы, как энергетический специалист, могли бы сделать, чтобы изменить свое или мое поведение Что бы это было? Все одна вещь Я бы ел меньше мяса Для того, чтобы вырастить корову и положить стейк на вашу тарелку, требуется огромное количество энергии Оказывается, на то, чтобы вырастить корову, требуется много времени и огромные энергозатраты Вы должны кормить ее несколько лет, прежде чем получите стейк При производстве говядины используется в 10 раз больше ископаемого топлива, чем при производстве курятины И в 16 раз больше, чем на производство тарелки овощей Сколько мяса мы съедаем? В США это примерно 30 килограмм на человека в год Это столько же, сколько производят 15 среднестатистических адренных станций в Америке Это невероятно За один год Да, это много Такие небольшие перемены в нашем поведении могут иметь огромное значение Простое знание об энергетической стоимости вещей, которыми мы пользуемся Может помочь уменьшить наши глобальные энергетические потребности И начать заботиться о балансе энергии Скоро мы вынуждены будем это сделать Потому что один жизненно важный источник энергии, снабжающий нас, может закончиться гораздо быстрее Чем мы могли предположить Энергия будущего Найти баланс Больше, чем от каких-либо других источников энергии в обеспечении удобства нашей жизни Мы зависим от нефти, угля и природного газа Все вместе эти ископаемые виды топлива обеспечивают более 80% наших энергетических потребностей И нефть является лидером среди них Сегодня нефть является центром всей нашей экономики Товары, производимые в любом уголке земного шара, доставляются во всех направлениях Это тонкий механизм, которого бы даже не появилось без нефти В Америке мы потребляем 3 миллиарда 290 тысяч литров нефти ежедневно Это 2 миллиона 225 тысяч каждую минуту Все эти цифры хорошо знакомы Колобо Чарльзу Колу Который бьет тревогу по поводу нашей многодесятилетней зависимости от нефти Это сущность нашей цивилизации Люди говорят, что мы живем в информационную эру Или что мы живем в постиндустриальную эру Это вовсе не так Мы живем в нефтяную эру Земле понадобилось 300 миллионов лет Чтобы произвести 1,7 триллиона баррелей наших промышленных запасов нефти Нам же потребовалось всего несколько сотен лет, чтобы сжечь ее всю Многие говорят, что мы уже использовали половину легко доступных залежей нефти на нашей планете Любой невозобновимый источник энергии проходит через период открытия, понимания, как использовать его, добыча, пика и объявления ресурсов исчерпанными Для Соединенных Штатов нефтяным пиком стал 1970 год И мы прошли уже полпути до обратной стороны медали Да, нет, все еще здесь Она все еще важна Но все уже не так, как было раньше Прежде наше решение проблемы нехватки нефти было простым Открывать больше скважин От многих километров под океанским дном до опокрытой льдами Арктики Наши аппетиты в добыче нефти отправили нас в такие негостеприимные отдаленные места О которых всего 10 лет назад мы и подумать не могли Нефтеносные пески в Канаде являются отличным примером В этой грязи заключено почти 7 триллионов галлонов нефти Этого хватит, по крайней мере, на ближайшие 100 лет Ее залежи здесь стоят на втором месте после Саудовской Аравии Проблема в том, что добыть эту нефть не так-то просто Нефть здесь нельзя откачивать как жидкость Она плотная и тяжелая и требует разработки и перемещения многих тонн земли Каждые 2 тонны сырья в этом грузовике превратятся всего в 1 баррель нефти Значит, если они переработают 400 тонн сырья, находящихся в этом грузовике Они получат 200 баррелей нефти, которые попадут в нефтепровод Прежде чем каждый галлон попадет в трубу, нефть должна быть очищена от песка Для этого требуются очень высокие температуры Огромное количество воды и невероятное количество энергии Другими словами, чтобы произвести энергию, нужно сначала затратить энергию До недавнего времени привлекательность нефти состояла в том, что для ее добычи не требовались большие затраты Тогда, примерно столетия назад, мы впервые начали качать нефть Для того, чтобы добыть из-под земли 100 баррелей нефти, требовалось затратить всего один Сегодня в Саудовской Аравии для того, чтобы добыть 20 баррелей, нужно затратить один А здесь, в канадских нефтеносных песках, вы должны затратить один баррель, чтобы получить пять Мы ищем нефть здесь, мы ищем нефть там, мы ищем ее повсюду, но в какой-то момент добыча каждого барреля нефти начнет обходиться вам дороже ее стоимости Или, конечно же, сами поиски нефти и ее разработка Это конец нефтяной эры Даже если каким-то образом нам удастся найти способ продолжать добывать нефть в тех же объемах Продолжение ее сжигания может привести к еще большим проблемам Каждый раз, когда мы заводим двигатель и ставим ногу на педаль газа, мы отправляем в атмосферу углекислый газ Трудно ценить то, что мы не видим, так что давайте посмотрим Представьте, что каждый километр, который вы проезжаете, ваша машина выбрасывает полкилограмма мусора на дорогу Представьте, что все машины вокруг вас делают то же самое Именно это мы делаем с углекислым газом Большой спортивный автомобиль килограмм на миле Гигантский грузовик пять килограмм на миле Корабли выбрасывают примерно две тысячи килограмм на миле Самолет примерно сто пятнадцать Добавьте к этому угольные станции, выбрасывающие миллиард килограмм или даже больше Все эти килограммы начинают складываться довольно быстро, а затем они остаются в атмосфере на долгое-долгое время И с этим соглашается большинство ученых, это действительно очень плохие новости для климата Весь этот накапливающийся в атмосфере углекислый газ вызывает глобальное повышение температуры на Земле Если мы хотим, чтобы климат оставался в безопасных для нас пределах По утверждению большинства ученых, мы должны сильно ограничить использование ископаемого топлива к 2050 году Вместо 80% этой тройки, которой они занимают сейчас Потребление ископаемого топлива должно снизиться до 15% Образовавшуюся разницу должны покрыть остальные источники энергии Но может быть, изменив наше поведение, мы сможем уменьшить количество необходимой нам нефти Если каждый будет в два раза меньше ездить на машине, мы сэкономим примерно 2% от мирового потребления Кажется, что это мало, но все же это 50 миллиардов галлонов нефти Эквивалентные тому, как если бы абсолютно все автомобили убрали с дорог почти на 40 дней Не можете ездить меньше? Не беспокойтесь Одного решения для всех проблем не существует Ездите на работу всего лишь с еще одним человеком Купите поддержанную машину или устраивайте 2-3 раза в неделю телеконференцию Каждое из этих действий в половину снизит ваши потребности в бензине Каждый из нас может найти уникальный способ снизить потребление энергии Но неважно, насколько мы уменьшаем наше потребление энергии здесь, в США На мировой арене появился новый игрок, энергетические аппетиты которого постоянно растут На самом деле растущее потребление – это единственный, самый значимый фактор в нарушении энергетического баланса в ближайшие несколько десятилетий И когда дело касается нового потребителя, то Китай начинает этим поприще с нуля С быстро модернизируемым населением Китай является самой большой нацией потребителей в мире, идущей по пятам за Соединенными Штатами Как самая населенная страна в мире, насчитывающая миллиард 300 миллионов жителей Китай почти наверняка изменит баланс мировых энергетических потребностей Тагелию – директор энергетического научно-исследовательского центра в Китае, видящий эти изменения, так сказать, из первых рук С огромным скачком экономического роста, который произошел в Китае и теми темпами, которыми мы развиваемся, очень сложно понять, что здесь сейчас происходит Думаю, лучший способ описать то, что происходит в Китае, это если представить, что мир ведет войну с энергией, а Китай – их поле боя И дело не только в том, что в Китае проживает так много народа Дело в том, что с каждым годом все больше и больше человек присоединяются к среднему классу Это касается не только зарабатывания денег Это также касается их траты, что означает сжигание все большего количества энергии Сегодня 20% населения здесь относятся к среднему классу Они могут покупать дома, ездить в отпуска, ходить в колледж Ожидается, что в ближайшие 10 лет их количество удвоится Для меня удивительно видеть, как быстро растет средний класс в этой стране Возьмем, к примеру, мобильный телефон Несколько лет назад мало кто владел им Всего них уже более 600 миллионов Это в два раза больше всего населения США И все эти люди ищут место, где они могут подзарядить его Но это гораздо больше, чем просто сотовые телефоны Это совершенно новый образ жизни для страны Чье население еще 20 лет назад в основном проживало в сельской местности Джен Джианг всего лишь хочет лучшего для своей дочери Комфортной жизни и яркого будущего Сегодня все больше и больше семей переезжают в города, такие как Шанхай Потому что здесь можно найти работу Вокруг городов Китая начинают разрастаться пригороды Жизнь здесь не сильно отличается от американской Если вы посмотрите на среднестатистического американского и среднестатистического китайского потребителя энергии То увидите, что китайцы употребляют пятую часть того, что расходуют американцы Но в процессе урбанизации все это изменится Мы тоже хотим жить в американской мечте За исключением того, что это будет китайская мечта Чтобы сохранять мир между мечтой и желанием для таких семей, как Джианг Страна развернула крупномасштабное строительство Куда бы вы ни посмотрели, повсюду вы увидите новую стройку Китай строит два Нью-Йорка каждый год Так что масштаб строительства очень сложно представить Подумайте об этом Энергия необходима каждому из этих зданий, каждой машине, каждому человеку, переезжающему в этот новый город И ее потребление будет только расти Это не только Китай, Индия, Африка, Юго-Восточная Азия, все они идут по тому же пути Считается, что в Индии почти 600 миллионов человек присоединятся к среднему классу в ближайшие 15 лет Это почти в два раза больше населения США По всему миру семьи хотят одного и того же лучшей жизни И какова их модель развития? Соединенные Штаты Стэнфордский биолог Пол Эрлик предупреждает о последствиях роста населения за последние десятилетия Если бы этот разговор происходил 40 лет назад, я бы сказал, что разноженческое поведение гораздо сложнее изменить, чем потребительское поведение Теперь, я думаю, совершенно на вас По всему миру уровень рождаемости имеет тенденцию к снижению Но мы наращиваем потребление на душу населения, особенно среди самых богатых людей на планете Все это потребление требует энергии И пока мы будем продолжать двигаться в этом направлении, мы не найдем стабильности Нас засасывает в дыру В современном развивающемся мире люди все еще предпочитают рост стабильности Но в Китае люди начинают понимать, что это проблема Иногда я могу не контролировать себя и покупаю много, но я осведомлен о проблеме Я покупаю только то, что мне необходимо Я прошу друзей по возможности не использовать пластиковые пакеты Увидеть проблему – это обычно первый шаг Но от него до снижения потребления еще очень далеко Так как же мы можем найти больше хороших путей получения энергии? Мы ищем источники, которые бы снабжали бы нас вечно Энергия будущего Найти баланс Если у источника энергии есть хоть какой-то шанс покрывать наши растущие запросы Мы должны создать новый способ справляться с ее нехваткой А это значит повнимательнее присмотреться ко всем видам энергии окружающим нас И некоторые из них ближе, чем вы думаете Для нас энергия неочевидна Вы не можете видеть сам ветер, но можете чувствовать его Мы чувствуем энергию солнца, как тепло, когда оно светит нам в лицо Это не интуитивно, потому что мы не можем по-настоящему увидеть ее Но если мы начнем смотреть немного внимательнее, то сможем увидеть энергию вокруг нас Ту, которую мы уже используем Эти формы энергии, которые мы можем использовать в своих целях Но все ли виды энергии готовы работать на нас? Можем ли мы увеличить наше энергоснабжение без помощи ископаемого топлива? Ну что ж, давайте посмотрим Что еще у нас есть? Атомная энергия уже поставляет нам 9% всей мировой энергии Гриффин считает, что она может поставлять нам вплоть до 15% Но хотя она чистая и стабильная, она также дорогостоящая и спорная Она может помочь, но очевидно, что одно ей не справится А что насчет возобновляемой энергии, той, которую мы можем получать от солнца, ветра и воды? Потенциальная энергия приливов и отливов на побережьях может обеспечивать примерно пятую часть мировых потребностей Пока не станет эффективно использовать энергию приливов и отливов для снабжения человечества энергии Это не будет полным ответом Гидроэлектростанции могут обеспечивать примерно треть всех людских потребностей Но только если поставить дамбы на каждой реке в мире Мы уже запрудили многие крупные реки Мы начинаем двигаться в направлении геотермальной энергии Она может дать нам в полтора раза больше энергии, чем нам нужно Ветер даже еще лучше Энергии ветра на планете хватит, чтобы в 30 раз превысить потребность человечества в энергии Теоретически человечество может существовать только за счет энергии ветра И наконец есть солнечная энергия Сейчас она обеспечивает менее 0,1% нашей мировой энергетической потребности Но ее достаточно для того, чтобы в 4 тысячи раз превысить потребности в энергии всего населения планеты Вопросов в том, что энергии хватит, не существует Было бы желание собрать ее И в Соединенных Штатах у нас есть наша справедливая доля Позвольте нарисовать вам это Здесь у нас Соединенные Штаты Вниз спускается восточное побережье Здесь у нас Флорида, здесь Техас Итак, большая часть энергии ветра сконцентрирована здесь, в этих штатах, в центре И, конечно, в направлении берега здесь и здесь Для геотермальной энергии отправной точкой, безусловно, является северо-запад И, само собой, пустыни здесь, на юго-западе, являются отличным местом для сбора солнечной энергии Проблема в том, что, когда вы смотрите вокруг, вы не видите здесь дорог Здесь нет инфраструктуры, нет линий электропередач Все это принесет с собой большие перемены Как доставить энергию отсюда в города, где она нужна больше всего? Примерно 500 тысяч километров линий электропередач тянется по всем Соединенным Штатам Но только несколько из них подходят тем регионам, где возобновляемые источники энергии наиболее доступны Поэтому переделывание сети передачи – самая большая проблема, с которой предстоит столкнуться альтернативным источникам энергии На самом деле, ничто из этого не дается легко Чтобы обеспечить наши растущие потребности, мы должны производить больше энергии, чем у нас было за всю историю человечества И чтобы сделать это к 2050 году, мы должны начинать строить прямо сейчас Сол Гриффин предоставил нам цифры Скажем так, мы хотим, чтобы 70% нашей новой энергии в равных частях приходило от Солнца, ветра и ядерного синтеза Мы должны устанавливать 148 квадратных метров солнечных батарей каждую секунду в течение ближайших 40 лет Одну большую ветровую турбину каждые 3 минуты И одну большую атомную электростанцию каждую неделю Это кажется пугающим по меньшей мере Но мы уже сталкивались с подобными задачами прежде И должны найти способы, как преодолеть ее Мы уже показали, что за 5-6 лет мы можем полностью изменить экономику В 1941 году в США производилось около 3-4 миллионов пассажирских машин А затем, 7 декабря У нас произошло небольшое событие под названием Перл-Харбор И за следующие 6 лет мы стали производить самолеты, боевые корабли и оружие Затем, в 1945-46 годах, мы вернули все на свои места И продолжили выпускать холодильники, пассажирские машины и так далее и тому подобное Когда вы правильно мобилизируете свои силы, вы можете изменить способ, которым вы используете энергию Но есть ли у нас эта способность сегодня? Есть множество автомобильных компаний, выпускающих готовую машину каждые несколько минут Нет причин, по которым они не смогут делать то же самое с солнечными батареями и ветровыми турбинами Мы используем алюминий для того, чтобы производить 110 миллиардов банок содового и пива каждый год Если мы построим вместо этого то же самое количество солнечных зеркал Мы сможем производить более 10% общей энергии, необходимой нам через 10 лет Технически в Америке и других индустриальных странах необходимо радикально изменить то, на чем сфокусирована наша промышленность Оказалось, что заводы уже проводят переоборудование, ставят на поток новые технологии, так же, как и работают Расположенные в Айове три структурные башни уже сейчас за раз выпускают под новой ветровой вышке Когда мы обнаружили этот завод несколько лет назад, на нем выпускали запчасти для бытовой техники, завод закрывался Он не был похож на то, как должен выглядеть завод по изготовлению ветряных вышек Теперь у нас есть высокие краны, которые могут соединять очень тяжелые стальные части Мы можем использовать то, что уже есть на этом заводе, подстроить его под новую энергию с помощью ветровых вышек И использовать труд людей, которые уже здесь работали Но возобновляемая энергия хороша не только для планеты, она также хороша для бизнеса Компании пришли к тому, что пять лет назад они не выпускали ни одной ветровой вышки, а теперь устанавливают тысячу штук в год Их доход составляет около 400 миллионов долларов в год Это показывает то, что мы и другие можем наращивать наши объемы, чтобы удовлетворять потребность в ветровых вышках Вокруг них также выстраивается бизнес, как ваши дела Другая компания, TPI Composites, строит 45-метровые лопасти турбины По большому счету, последние 18 месяцев мы работаем 24 часа 7 дней в неделю Наша цель – производить по одной лопасти каждый день В Соединенных Штатах расположен самый быстро развивающийся рынок ветровой энергии Ежегодно производится более 8 тысяч мегаватт энергии Этого достаточно, чтобы обеспечить ей 2,5 миллиона домов Управляющий заводом TPI Крюгер Таттл плывет на этой волне От этого действительно зависит энергетическое будущее нашей страны Это чувство зовет меня, потому что мы действительно делаем то, что имеет значение Итак, вот к чему мы пришли Энергия повсюду вокруг нас, нам просто нужны средства, чтобы собрать ее И теперь пришло время заняться тем, что необходимо сделать для продолжения развития нашей цивилизации Со стороны потребления мы можем уменьшить количество потребляемых мегаватт Снизив глобальные потребности в энергии на 20% в грядущие десятилетия А пока мы заняты подготовкой к будущему, очевидно, что мы не можем продолжать так же активно использовать ископаемое топливо Потому что оно всегда будет частью уравнения Но также мы должны опираться на комбинацию из возобновляемых источников энергии Мы можем продолжать использовать наши существующие гидроэлектростанции Но добавить к ним больше солнца, ветра и геотермальной энергии Добавьте к этому атомные электростанции Сложите их все и получите наши глобальные энергетические потребности Конечно, это только один способ поделить энергетический пирог В зависимости от наших нужд и появляющихся новых технологий, доступных нам Может появиться бесконечное число вариантов Нам могут понадобиться все наши возможности, чтобы решить это энергетическое уравнение Нам нужно собрать вместе и ускорить все эти решения Только объединив усилия к 2050 году, мы сможем получить зеленую и более чистую планету Для этого нам предстоит пройти долгий путь На мой взгляд, мы делаем только первые шаги в этой бесконечной игре Мы должны приложить всю нашу страсть, готовность и желание, чтобы осуществить это В конце концов, это только вопрос выбора Совершенно ясно, что если мы захотим, то сможем выполнить все эти необходимые работы Сократив наши расходы и начав использовать экологически чистые и возобновляемые источники энергии Мы сможем достичь идеального равновесия Это будет непросто, но если мы хотим, чтобы наши дети и внуки наслаждались этим миром так же, как наслаждаемся и мы Мы должны сделать правильный выбор В конце концов, это перенаселенная маленькая планета и единственный дом, который у нас есть Это действительно единственный дом, который у нас есть Это действительно единственный дом, который у нас есть